МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Директор Института философии и социологии Национальной Академии наук Азербайджана Ихамам Медзадеев. Здравствуйте, добро пожаловать к нам в эфир. Кроме того, с нами будет общаться исследователь по международному управлению Ахмед Алили. Ахмед, здравствуйте, мы рады видеть вас в нашем эфире. Уважаемые гости, так уж совпало, что это наш первый выпуск передачи Актуальность сегодня в этом году. И, признаться, конечно же, хотелось бы говорить исключительно на позитивных вещах, но проблематикой самой передачи, да и повестка такова, что, к сожалению, придется говорить не всегда на позитиве, скажем так. Предыдущий год, надо сказать, что оказался в целом непростым. Непростым для мира. И по комментариям, по ожиданиям, текущий год, ну, скажем так, не обещает быть сильно, не обещает сильно отличаться от года предыдущего, к сожалению. И в этом смысле я бы хотел бы отметить по поводу Азербайджана. Есть такое ощущение, мы где-то подспутно, вот эти годы последние, мы отсчет ведем от осени 2020 года для себя, потому что после войны 2020 года, когда Азербайджан восстановил территориальную целостность, было ожидание, что, ну, вот как бы удастся какой-то прочный мир для региона, для двух стран Армении и Азербайджана все-таки, ну, скажем так, организовать. Но сегодня ситуация такова, что она, ну, как бы, нет ощущения, что все-таки мы идем к прочному миру. Напротив, есть комментарии, которые еще более такой, да, пессимистичный сценарий нам рисуют. И я бы хотел бы, если позволите, Ихамарим, начнем с вас, но вопрос общий, Ахмед, ваше мнение тоже мне будет интересно. Я просто на начало января 2023 года хотел бы отметить буквально несколько моментов. Это в контексте того, каковы у нас были ожидания с осени 2020 года. Ну, во-первых, мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном нет. Делимитации, демаркации государственной границы между Арменией и Азербайджаном, ничего не видно. То есть, кто бы вышел бы и сказал бы, что мы начали. Нет. Открытие коммуникаций региональных, в том числе между Арменией и Азербайджаном, посредством территорий двух стран, не происходит. Вооруженные силы Армении все еще находятся на территории Азербайджана, в той части Карабаха, где находятся российские миротворцы. И это проблема. Я мог бы продолжить список, но я думаю, что, в принципе, тональность вам ясна. И, Хамалин, каковы ваши ожидания в этом контексте от 2023 года, на фоне, опять же, того, что я, опять же, говорю, можно еще продолжить список, но я думаю, уже достаточно, в принципе. Хороший вопрос, но отвечать на него очень сложно, в принципе, потому что могут быть различные трактовки. Одно точно. Эйфория была у нас, и это естественно. После 30 лет или около того, мы вернули земли, вернули Карабаха. И эйфория была в том смысле, что мы ждали, что наш вот этот высокий подъем, изменения, развитие Карабаха будет интересно и всем остальным странам, в том числе и Армении. Ну, в данном случае речь об ожиданиях. Об ожиданиях. У нас были большие... Все было. Прошло несколько лет, пару лет прошло. Победа очень важная вещь для нашего самосознания, для нашего экономического развития, для нашего политического развития. Все это ясно, но победа еще требует определенной доработки. Доработка в каком смысле? Речь идет о том, что в мирном подписании участвуем не только мы, есть еще и Армения. А в нынешней сложной, как вы сказали, ситуации, у Армении появляется ряд возможностей избегать того подписания, которого мы хотели бы. Это раз. Во-вторых, вы знаете, что ситуация между Россией и Украиной, между Россией и НАТО, создает дополнительные сложности в решении проблем на Южном Кавказе. Это все как бы усложняет ситуацию. А вообще-то не усложняет. Просто мы должны сейчас понимать, что победа большое дело, но подписание мирного договора, открытие коммуникаций не менее сложное дело. Я напомню, раз уж мы заговорили о России, но нет мирного договора между Россией и Японией, а уж с 45-го года сколько лет прошло. По большому счету, ясно, что и наш президент в своем выступлении 31 декабря четко сказал, что в принципе мы знаем, что мы победили. Мы знаем, что де-факто Армения признает азербайджанский суверенитет над Карабахом. Но вот довести это дело до реального подписания дело трудное, потому что армянское самосознание не хочет принимать результаты. И пытается изворачиваться. Вот как бы Пашиняна, политика в принципе, вся состоит из до того, что он колеблется между Россией и Европой. Утром у него одно, вечером другое. Только ленивый об этом не говорит. Это дает ему возможность как бы избежать самого последнего подписания договора. Вот есть такая ситуация. Постоянно удастся или не удастся. Единственное, гость сказал по поводу России и Японии. Я просто хотел бы сказать, может быть Россия и Япония могут себе позволить не иметь этого мирного соглашения. Не факт, что мы с Арменией можем себе позволить не иметь мирного соглашения. Амед, опять же, на ваш взгляд, каким вы видите именно 2023 год, с чем в начале года и у нас еще будут встречи на эту тему. С чем в том, что вот нечего, так сказать, галочку поставить хочется, но вот негде, да? Каково ваше ожидание в плане 2021? Нет, я тоже никаких галочек не поставил, потому что те процессы, которые начались в 2022 году, они продолжат точно. Я даже не ожидаю, что они закончатся в 2024 году. Те процессы, которые, масштаб процессов, которые начались в 2022 году, они слишком масштабные, слишком огромные, чтобы они как-то завершились в течение одного года. Если сразу, как вы очень правильно отметили, что для нас Карабахтская война 2020 года это начало всего. И я думаю, что это для Кавказа и как минимум для постсоветского пространства. Сразу после этого, как бы, у всех было такое представление, что правила игры ясны. Там Азербайджан выиграл войну, вот с ним надо договариваться. Россия имеет определенное, скажем так, участие в процессе. Там войска российские находятся в Карабахе. Значит, с ним тоже европейцы, американцы думают, что надо договариваться по некоторым направлениям. Но начиная с декабря 2021 года и весь 2022 год ситуация, скажем так, между площадкой, медиаторской площадкой России и Европейского союза, мы видели, что есть определенное соревнование. Это, как бы, можем сказать, что в середине ноября, когда во время встречи в Праге, то, что перепосредничество Европейского союза было достигнуто, очень важное решение, это то, что страны признали территориальности друг друга. Это, мы можем сказать, что на какой-то определенный период площадки Европейского союза пройдилось сильно вперед. Но потом то, что мы видим, потому что после этого российская площадка стала суперактивной. То есть, там одна встреча за другим. И то же самое, что происходит в Украине, украинская война, она на очень долгое время будет определять отношения стран Европейского союза, не только по отношению Украины и России, но и стран Южного Кавказа. И какая позиция будет у стран Южного Кавказа по поводу войны в Украине, это тоже будет определять, скажем так, отношения Европейского союза США к этим странам в регионе на Южном Кавказе. Я думаю, что в этом плане мы тоже видим, что определенные, определенные, скажем так, правила игры тоже возникли в 2022 году. Но я думаю, что в 2023 году, как минимум, мы, скажем так, мы увидим каких-то результатов. Из того, что я перечислил, в самом начале. Какие-то результаты, да. В армию на заросе. Да. То есть, это почему? Потому что сейчас 2022 год, это был годом того, что Европейский союз, он все еще был в стадии изучения региона, США тоже. Общаясь с исследователями из Европейского союза и США, понимал, что нет полного понимания региона. На регион Карабахского воина 2002 года это изменил, но все равно армянская трактовка всего, что происходит в регионе, в европейских и площадках, и в некоторых академических кругах США все еще остается очень сильным. И вот в этом плане даже Европейский союз отправил свою миссию. Это называемая гражданская миссия. Да. Но как только поняли, что к чему, я думаю, что через некоторое время сказали, что мы уходим, но вернемся. Но как вернемся? Да, решение по поводу возвращения. Да, но это показало, что это как будто уже есть понимание того, что как минимум, если Европейский союз стоит рядом с армянским солдатом и смотрит в сторону азербайджанских солдат, это уже как бы вы для себя определили... Чисто физически он стоит напротив. Да. Или же когда Европейский союз говорит, что это гражданская миссия, ни Россия, ни Иран не поверили, что это гражданская миссия. Потому что для них это было чем-то вроде присутствия. Ну, скажем так, камуфляж для геополитического присутствия Европейского союза и так далее. Вот поэтому, да, те отношения, которые были между Арменией и Ираном, Арменией и Россией, тут же они изменились. Да. Но все равно Европейский союз и США, они в 2022 году, они сделали огромный шаг для изучения региона. Если в декабре, извиняюсь, если декабре 2021 года очень многие европейские дипломаты говорили, что знание европейских лидеров про Южно-Кавказский регион очень такой ограниченный, сейчас уже после того, как команда Шарла Мишела, господин Мишела, был вовлечен в этот процесс очень, скажем так, очень интимным образом, знание Европейского союза в этом направлении огромное. Ну, там уже можно и другие моменты. Очень коротко, я обратил внимание, вы описываете ситуацию, и получается, с точки зрения тех глобальных процессов, Украина и так далее, что не все происходящее в регионе зависит от самого региона. Это один момент. И второе, я так и не услышал оценки по поводу поведения Армении. Это мне показалось, или вы осознанно, что от нее это по большому счету ничего не зависит? Во-первых, давайте так, я очень часто уже повторяю, что дела в стране Южного Кавказа не всегда исключительно дела в стране Южного Кавказа. То есть, это как бы то, что происходит в регионе. То есть, мы должны понимать, что в регион, в геополитику региона вовлечены очень сильно глобальные игроки. Ну, как минимум, Турция, Россия и Иран имеют физическую границу с регионом. А то, что я не упомянул... Ну, никак не упомянули. Я думаю, что в этом вы абсолютно правы. Дело в том, что другой элемент, который возник в течение 2024 года, это то, что в Армении нет своих ресурсов. Он полагается исключительно на внешних спонсоров. Вот если там есть позиции Ирана, Франции или России по какому-то поводу, да, можно продвигаться по этому поводу. Если там чувствуется, что никто не поддерживает армянское введение на шут Карабаха, то про это говорить нельзя. А вот есть страны, которые не хотят, чтобы Занезурский корректор был реализован. Это Иран. Да, можно про это уже как бы выступать таким образом, что мы никак не дадим реализации этого проекта. То есть брать чужую повестку и выставлять ее как некто своей. Найти те моменты, к которым совпадают позиции и аккумулировать свои ресурсы в этом направлении и работать в этом направлении. Ваша мысль, прежде чем перейдем к новому вопросу, мне бы хотелось бы услышать и ваше мнение по этому поводу. Мы как бы говорим, и получается так, что от Армении мало что зависит. Настолько мало зависит, что мы не замечая просто проходим, говорим о Европейском Союзе, о странах далеко за пределами нашего региона. Каковы ваши ожидания? Знаете, мне важен ваш жизненный опыт, я бы даже сказал, в этом ответе. Перелом в армянском обществе. Вы сказали, немножко коснулись вначале, что оценка у них другая. Третий год идет уже. Война закончилась. От Армении, в принципе, много чего зависит. Другой вопрос, что она выбрала других лошадей, грубо говоря, других коней. То есть от Армении что зависит? То есть ее добрая воля, по большому счету, умение посмотреть по-новому на ситуацию взаимоотношений между Азербайджаном и Арменией, ситуацию на новое отношение к коммуникациям на Южном Кавказе, и Армения могла бы, в общем-то, от нее... Это в идеале. Вот это бы в идеале было бы неплохо. По большому счету, в этом случае важно то, что Азербайджан это предложил, чтобы Армения соучаствовала в открытии коммуникаций. Три плюс три была такая формула. Сейчас о ней, может быть, реже вспоминают, но такая формула была. Поэтому от Армении многое зависит. Другой вопрос, что она выбрала ту линию поведения, в которой она оказывается как бы игроком, играющим на... То есть инструментом. Страны инструментом, да. На страны, которые вне Южного Кавказа. То есть я правильно вас понимаю, вы считаете, что Армении многое зависит именно в той ситуации, когда она чувствует себя субъектом? Если же она инструментарит, то в принципе... Согласен, да. Вот по большому счету вы четко выразили то, к чему я собирался прийти. Хотя сам приход к этой мысли тоже не менее важен. Почему? Чем он важен? Вот получается альтернатива. Иран, Азербайджан, Россия коммуникация одна. Вторая коммуникация Турция, Армения, Азербайджан. То есть эти две коммуникации в ситуации, когда они конкурируют друг с другом, это один разворот. Одна ситуация для Азербайджана и Армении. Когда нет конкуренции этих двух, выбран один зенгизурский вариант, это совсем другая ситуация для Азербайджана, Армении и Турции. То есть по большому счету здесь в общем то от Армении зависит недостаточно определенная вещь. Хорошо было бы, чтобы Армения стала субъектом. Это ясно. Можно это ожидать. Пока что-то в обществе, в армянском обществе нет фактов, которые свидетельствуют об этом. Хотя, ну иногда вдруг Пашиняну свойственно делать какие-то замечания, заявления, но видно дальше заявления он пока не идет. Если позвольте, на этот раз я хотел бы начать с Ахмед Малима по поводу вопросов. Без особых таких перемен остается ситуация, сложившаяся на дороге Лачингхан-Кянди, которая в некотором смысле началась в декабре 2022 и вот в январе 2023 перекочевала в наследство и так далее. Но мы ситуацию видим без особых перемен. В этой ситуации позиция азербайджанских экологов, которые выбрали локацию и там проводят акцию протеста, она максимально понятна, ясна. В принципе, ее разжевывать даже и не стоит. В принципе, вся страна наблюдает. И в этой ситуации странным образом руководство соседней страны в лице премьер-министра Армении не только комментирует то, что там происходит, но она высказывает какие-то предположения, какие-то предложения и так далее. Например, одно из последних заявлений Николы Пашиняна, он говорит, что сложившаяся ситуация свидетельствует от необходимости направить в Карабах международную миссию по сбору фактов и предпринятию усилий в этом направлении. А, нет, есть ли хоть какой-либо шанс, что Никол Пашинян в этом своем стремлении будет услышан кем-либо, то есть реальность, я имею в виду, не то, что кто-то еще один твит напишет, много таких, но будет услышан с точки зрения реальных действий. Если все-таки нет, почему армянская сторона все-таки, что мешает ему выступить в конструктивном русле, когда из самой Армении тоже, в принципе, это уже говорят, что ничто уже не будет в этой транспорте, в этой логистике, в этой дороге, так как было 11 декабря. Сначала ваше мнение. Давайте так, я сразу скажу, что я не согласен с основной вашей оценкой, что там ничего не изменилось. Наоборот, то, что случилось 30 декабря, если помню, объявили о том, что компания Base Metals, он перекатил в свою деятельность, этот карабахские армяне про это объявили. Я указывал на ход самой акции, то, что там... Ну да, это продолжение. То есть, как есть, так и акции идти. Как долго карабахские армяне озвучили свое мнение по поводу того, что там мы приняли решение о том, чтобы Base Metals перекатить свою работу в Карабахе, мне сразу вспомнилось, другое заявление это было во время постройки новой латчинской дороги. То есть, надо было. То есть, мы все помним, какие там интересные геополитические процессы происходили вокруг этого, как азербайджан с Россией на разных этапах договаривались, как Армения была против, но потом случилось так, что был переход на новую латчинскую дорогу, и тут уже карабахские армяне объявили, что совет Карабаха решил, что дорога пройдет по другой траектории, вот так вот. То есть, это мне сразу вспомнилось, это значит, что решение принято, очень важные политические решения приняты, а просто, когда карабахские армяне объявили про это, это часть тех огромных процессов, которые там происходят, если это была та часть, которой они хотели признаться, то представьте себе, что какие элементы они вообще не хотят озвучивать. То есть, в этом плане, я думаю, что принципиальное решение по этому поводу есть. Скоро там будет какой-то, я это называю, фильтрационным пунктом. Как бы, ну там может быть и таможенный пост, может господи. Будет контроль. Будет контроль. Но я это называю фильтрационным пунктом для того, чтобы фильтровать гуманитарный груз от негуманитарного. Но дело в том, что когда вы собираетесь сюда поставить нечто подобное, значит вы как минимум должны знать, вы должны иметь список карабахских армян. Потому что когда будут решать, вот кого пустить внутрь, кого не пустить, вы должны знать, кто там живет, а кто не живет. То есть, это гражданин Ирана или гражданин Армении, или карабахский армянин, который вот только что... Наш гражданин. Наш гражданин, скажем. Да, мы же должны отличать. То, что происходит. Да? А как это все будет происходить? Как все это мы собираемся делать? То есть, когда уже, скажем так, принципиальное решение есть. Но имплементация создаёт очень много новых вопросов. Это, я думаю, в этом плане уже как бы появятся разные элементы. И понадобится какое-то определенное время в этом плане, чтобы как-то там решить, что к чему, как к чему. Как сделать так, чтобы разработчиков не полностью контролировать все. Какое-то там, скажем так, чего-то там оставить. Пусть что-то останется. Что-то в кармане протащить из Армении в карман. Вот в этом плане, да. То есть, уже как бы, я думаю, что принципиальное решение по этому поводу есть. Мы... То есть, я правильно вас понимаю, что вы считаете, что развязка близка? Да. Я думаю, что все принципиальные решения были приняты во время неформальной встречи лидеров СНГ Санкт-Питер и Волка. Сразу после этого объявили про то, что генерал Волков, он не был в медиапространстве в течение последних несколько недель. Вдруг появилась информация про него, что он встречается с Рубеном Варданьяном. Никто не понимал, как он вернулся обратно в Карабах. Но там встреча была, когда он встречался там с Рубеном Варданьяном. Вокруг этого места было достаточное количество карабахских армян. Это ощущалось в медиа. Я думаю, что после этого объявили о том, что Бейз Металс не будет работать в Карабахе. Ну, шансов-то ни у какого Бейз Металса. Товарищи занимаются клоунадой. Я не об этом. Я же вопрос задаю. Почему в этих условиях Николай Пашинян не выступает? Когда все так очевидно? Вы говорите, что все предрешено развязкой. Человек начинает рассуждать о том, как нам на своей территории. Можно было бы, если уж говорить, что как-то конструктивно. Дело в том, что еще раз возвращаемся к тому заявлению Карабахских армян, когда они делали насчет Лачинской дороги. Это мы и решили. То есть, вы считаете, что это уже клиника такая? Надо башкой сначала об стенку. Не важно, кто туда приедет, как это было сделано. Армений, Карабахский. Как минимум, Пашинян, вы помните, было мое заявление по этому поводу. Ну, мы не полностью так было, но потом мы согласились на нечто другое. А в этом плане там все будет решено между Москвой и Баку. Но все равно я думаю, что это заявление для внутренней аудитории Армении, это будет как бы таким месяцем, что мы это решили. Если Азербайджан не подписывает мандат российским силам Карабаха из-за того, что там есть подпись армянской стороны, а мы знаем, что из всех внешних игроков самое сильное, самое реальное присутствие у Карабаха – это у России. Если Азербайджан может противостоять этому, то, что как бы другому, любому другому игроку… Да, в очередь, так сказать. Ну да, в очередь. Во-первых, ваше же мнение, когда вот очень хорошо Ахмед описал, в принципе, это читается, что, ну, не получится там переломить ситуацию и вернуться в 11 декабря. Ну, армянская сторона тоже, очевидно, это понимает. И премьер-министр мало того, что позволяет себе лишнего, высказывается по поводу ситуации на нашей территории, он делать этого не должен. Ну, раз уж решил открыть рот и что-то сказать, ну, можно было бы что-то вразумительно, а он опять этого не делал. Вот какие у вас ощущения? Почему поведенческая все-таки одна так? Вопрос такой, достаточно сложный, с заковырками. Прежде всего, об азербайджанской позиции. Вот Ахмед Мерлим говорил, я тоже хочу сказать, что вот азербайджанская позиция поступательная, она четко, есть ее основы, которые видны, чего Азербайджан хочет добиться, и это четко он этой линии следует. Другой вопрос, что Азербайджан играет как бы в шахматную партию на нескольких досках, точно так же на нескольких досках играет Армения, Россия, Иран и так далее. Может быть. То есть на Южном Кавказе, около Карабаха, сразу несколько политических сил играют на многих шахматных досках свою партию, разыгрывают. В этой партии поступательность Азербайджана, она внушает, в общем-то, единственно четко понятная вообще вот позиция. У остальных эта позиция связана не только с тем, что они играют на этих досках, но еще они играют в досках там и с Россией там играют, и еще там с Турцией играют и так далее. То есть у Азербайджана в этом смысле позиция понятна. Теперь насчет Армении, насчет Пашиняна. А что еще мог делать Пашинян? Я на это и намекаю, выступить более конструктивно. Зачем биться башкой об стенку? Конструктивность ему сложна, потому что есть проблемы с Россией, у Пашинян, у Армении. В Арданян это не просто так. То есть в данном случае, в общем-то, он почти без козырей играет в шахматы. Это вопрос непростой. И то, что он столько времени держится, и вообще вопрос о том, что он слаб или силен вообще снялся, а напоминаю вам, 21-22 год, начало 22-го года, все время вопрос стоял, что вот-вот вдруг его уберут и так далее. Все это прошло. Сейчас Пашинян пользуется определенным, в общем-то, ну, не хочу говорить консенсусом своей Армении, но это факт. То есть это говорит о том, что он тоже достаточно вот четко лавирует достаточно непростой ситуации. И от России, конечно, очень многое, очень многое зависит от России. И, конечно, Азербайджан, Россия, позитивность, в общем-то, отношений, она вызывает определенная, в общем-то, ну, небольшую уверенность. Потому что не все там тоже так однозначно. В Ардане она, в общем-то, можно было бы вспомнить. Ну, мы знаем, откуда. Да. То есть вот ситуация вот такая непростая. Но единственное, что Азербайджан в этой ситуации ведет единственно возможным. То есть он поставил свои цели, и насколько это возможно в данной ситуации, он этих целей достигает. Ваша мысль, Ваим? Поэтому даже создается впечатление, что, в общем-то, все будет разрешено. Хотя, конечно, это потянется. Ну, какое-то время там посмотрим. Да. По крайней мере, терпение у нас огромное. А куда без терпения? У нас огромное. Есть еще один такой момент. Я думаю, что, Ахмед, вам он известен. В первые дни Нового года было, в СМИ прошло, ну, кусками какие-то заявления об отчете международной кризисной группы, касательно того, что... Очень многие разные. Да. Кутсин-центр, это все. Про то, что будет война... Вот давайте я зачитаю, как есть. Извиняюсь. Да. Они пишут, спустя два года после 44-х дневной войны Армения и Азербайджан, похоже, движутся к новой конфронтации. Группа прогнозирует, что новая война, они так и пишут, война, будет более короткой, но не менее драматической, чем конфликт 2020 года. В прошлом году они этого не говорили, сразу после войны этого не говорили, а теперь у нас Новый год. И, в принципе, опять же, можно доверять или нет. Ну, во-первых, по поводу того, что они так говорят, хотелось бы узнать ваше мнение. И есть ли вообще что-то на горизонте, что могло бы предотвратить эту войну? Потому что, ну, очевидно, что война – это всегда жертвы. Никому бы не хотелось, чтобы была война, были жертвы. Я думаю, это очевидная сторона вопроса. Но другое дело, что есть ситуации, когда это неизбежно. Ваше мнение по поводу их прогноза и того, что могло бы предотвратить? Я думаю, в этом плане самым интересным событием – это было то, что сегодня появилась новость о том, что Филипп Риккер ушел в отставку. Это как бы человек, который отвечает, он спецпредставитель по… Ситуации на Кавказе или как ты его делал? На Кавказе. Да. И таким образом получается так, что человек, который дипломат, который со стороны одной, США, должен, скажем так, регулировать все это, он, возможно, не видит перспектив для себя, как дипломата в этом направлении. И то же самое, когда американцы, когда два дня тому назад не задали вопрос, он сказал, что Вашингтон не будет решать этот вопрос для Армении и Азербайджанцев. Они сами должны решать этот вопрос. Тоже поддержка слов, что где рациональность в армянской политике? То, что европейские актеры и американские актеры, они хотели бы видеть более таких рационал игроков, которые понимают, где надо уступить, где надо, скажем так, быть более активным, они уже как бы видят, что в этом плане тут законы таковы, что им непонятны. Да, да, да. Кавказский темпромет, что ли. Но это больше сейчас, конечно, касается Армении. Давайте это подчеркнем особо. Ну да. Получилось так, что им в этом плане сложно понять. Сложно понять. Или то, что европейский союз, я про это говорил, европейский союз, были дипломаты в Брюсселе, с которыми я встретился, скажем так. Там было, ну, ушли 19-20 декабря, но недели до этого была встреча, были дипломаты, которые вот так эмоционально заявляли, что европейская миссия должна оставаться в Армении и останется. Но вдруг как-то все вышли оттуда. То есть это как бы даже в том плане, что когда внутри определенной группы интересов в Европейском союзе хотят там остаться и работать. Но там правила игры, особенно те правила игры, которые создаются Армении, они таковы, что, скажем так, такая... Адекватности они не видят. Рационально прогнозирование, в котором может принять участие и европейские, и американские акторы. Но как действовать в этом плане, они понимают. Вот поэтому я думаю, что лучше сказать, пускай Россия разбирается. Если может, конечно. То есть вы считаете, я правильно понимаю, что вы все подводите к тому, что, в принципе, выводы данного отчета, они соответствуют... Скорее, это больше правда, что в текущем году может быть война. Я думаю, что сейчас между Россией и Арменией идет игра. Кто виноват в том, что Армения проиграла Карабах? Мы видели, что президент России, он сказал, что, ну слушайте, раз уж в Праге вы согласились на то, что там Карабах – это Азербайджан, ну... Это ваше решение. Это ваше решение. То есть уже не надо сказать, что мы как-то виноваты в этом. То же самое, когда министр национального отдела Лавров, он говорит, что, ну ребята, вы принесли с собой документы из Праги, где вы признаете территорию национальности. Азербайджан, а тут от нас требуется, чтобы мы как-то, как он сказал, это из другой оперы. Вот он так и выразился. То есть, сейчас уже речь там идет о том, что, как Россия будет в этом плане, кто будет виноватым, вот, перед внутренней анаторией Армении. Россия или... Пашня, нет. Раньше было до, скажем так, до августских событий, это было... Роберт Кочарин виноват, а Пашня не виноват. А сейчас уже, как бы, в своем новогоднем вступлении тоже Пашня сказал. Но они вообще потерялись, кстати, те персонажи, о которых вы говорите, их вообще нет на поле. Потому что народ не входит в поддержку. Никто не входит в поддержку. Там все. И вот в этом плане, то есть, да, можно ли... Будет ли новая война, не так. То есть, уже как бы, готовы Россия взять на себя определенную ответственность, сказали, что это я уже принимаю решение, чтобы спасти армянских солдат и не давать, скажем так, причин для новой войны. И вот я, как гарант трехстранного заявления, заявляю, что Армения за закрытыми дверями обещала в то время, что зенгизорный коридор будет работать. Сделать это Россия. То есть, очень многое зависит от этого. Категорического нет я от вас не слышу. И да, я от вас не услышал. Настаивать не буду. Но единственное, что я в вашем ответе осознал, что здесь будет решающая роль Россия, что она скажет. А у России сейчас дел, ну скажем так, много. Я бы хотел немножко вернуться к той ситуации, которая на дороге Лачин-Ханки-Анди. С точки зрения, знаете, как это отражается. Какое отражение это все находит на международной платформе, да. Ну, тут надо сказать, что, конечно, ежедневно какие-то, ну, даже не третьесортные, но какие-то СМИ об этом пишут. Масса каких-то твитов очень непонятных, левых, я извиняюсь за эту фразу, довольно левых таких людей. Впереди планеты все идут товарищи из Франции, конечно. Ну, как говорится, это нас не удивляет. Есть и из других стран какая-то реакция. Опять же, она достаточно, знаете, как там в социальных сетях кто-то пишет, кто-то лайкает, кто-то поддерживает. Ну, так сказать, нет ощущения большого резонанса. Нет ли у вас ощущения, что эта ситуация, вот с армянской стороны, они же пытаются проталкивать идею, что вот там гуманитарная катастрофа. Все-таки это становится какой-то рутиной, да, в международной платформе, да, до которой немножко скучновато им становится. Такого особого нет. Вот это у вас ощущение есть или нет? И есть, понимаете, там даже, раз уж я сказал твиты, там даже твиты пишутся на основе одних и тех же тезисов, которые просто копипастом идут. Видимо, идет какая-то рассылка со стороны армянской диаспоры и так далее. Вот, опять же, ваши ощущения того, как это международно. Это один момент. Второй момент, раз уж мы коснулись с товарища французов, которые усердствуют больше всех, ну что, получается, что и в текущем году мы с Францией у нас все будет так же, скажем, плохо, как в предыдущем году, который стал, на мой взгляд, самым худшим за всю историю наших отношений. Ну, что я вам скажу. В принципе, эта ситуация Лачин-Ханкенди не вытягивает для армян на то, что они хотели, либо на те силы, которые хотели бы. Да. Мелковато. Мелковато. То есть, как бы, очень мало для того, чтобы весь мир вдруг сказал, что какие азербайджанцы... Не дотягивает до гуманитарной катастрофы. Азербайджанцы нехорошие. Да. Ну, не говорят. И для Азербайджана это не оказывается больше, чем выступление типа эко-деятелей, что вот используется там и так далее. Не тянет. Это раз. Второй момент хочу сказать, что, в принципе, те, кто... Предыдущий вопрос насчет войны, маленькой там и так далее. В принципе, кому бы то очень хотелось бы, чтобы по периметру России, границы России, было бы побольше конфликтов или хотя бы один конфликт был. То есть, это тоже есть такой, в общем-то... Ну, один конфликт у них есть. Да. Один есть. Еще бы один был бы, было бы неплохо. Но этот вопрос, как бы, так или иначе, затрагивает ситуацию в Карабахе на Лачин-Ханкенде границ. То есть, Азербайджану в данном случае, в принципе, нет нужды желать войны. Потому что его проблемы, которые он собирается решить, он может решить их мирно. Для этого, может быть, надо вести, как бы, не в военном смысле, а осаду позиций армянской стороны. И можно предпринять различные мирные ходы. И он их предпринимает, которые, в общем-то, создают возможность решения этого вопроса. То есть, в принципе, мирный договор, при всей своей сложности и так далее, он достижим мирными путями. Азербайджану нет нужды хотеть маленькой или большой войны. Что про других? Ну, надо думать о том, чего бы другие хотели бы. Ну, как минимум, Россию тоже этот вопрос, я не думаю, что может устраивать желание там чего-то как-то здесь заиметь. Понятно, почему. Ну, что еще бы здесь бы я сказал? Вы знаете, здесь надо четко, на мой взгляд, понимать, что есть мирный процесс. Он идет со всеми своими нюансами, негативами. Там и таких негативов много. И Азербайджан постепенно разворачивает изменения в Карабахе. Тут и возвращение граждан. Тут и политика по Зангизуру. То есть, Азербайджан в данном случае делает все целенаправленно, четко и нет необходимости никаких военных действий, никаких насильственных отношений. То есть, нам война не нужна? Нам не нужна. Но за других ручаться не было. Она нам не нужна была не в сентябре 12-го, 14-го. Нам не нужна была война в 20-м году. А когда вдруг надо было, Азербайджан свой железный кулак показал. Но в данном случае мы, в общем-то, решаем свои проблемы. И, по большому счету, я думаю, здесь и вписывается ситуация с Францией. Мы решаем свои проблемы, а французы решать не могут свои проблемы. И в Средиземноморье с Турцией не получается. И в Карабахе как бы все время оказывается все как бы все не так. Там где-то Макрон участвует, потом вдруг начинает против Азербайджана. Он волей-неволей повторяет политику Пашиняна, по большому счету. Как бы это странно не было. Да, как ни странно. Это уже говорит о том, что Франция превращается непонятно во что. Казалось бы, солидное государство. Ну, с таким бэкграундом. Да, бэкграунд. И вдруг оказывается, Франция повторяет ситуацию Пашиняна. Ну, не Франция, а президент, его парламент, его там сенат и конгресс. Будем надеяться, на этом фоне граждане Армении будут, граждане Франции будут более ответственными, чем граждане Армении. По поводу Франции и ваше мнение хотел бы узнать. Но есть одна деталь. Тот человек, о котором вы вначале сказали, и в принципе мне предпочтительно все-таки его называть мошенником Рубеном Варданяном. Такой российский миллиардер, как он заработал, он там сейчас находится. Он в последние дни, знаете, заговорил о перезапуске или запуске Ходжалинского аэропорта. Дело в том, что этот аэропорт армяне, официальные власти Армении пытались запустить. Именно когда все территории были оккупированы и так далее. Тогда им это не удалось. И идея о том, что вопреки воле Баку можно сейчас его запустить, это вообще такая фантастическая вещь. Потому что запуск аэропорта регламентирован. Он строго завязан на суверенитете, на юрисдикции страны. А Карабах это все относится к Азербайджану. И мне хотелось бы помимо Франции узнать ваше мнение. Вы полагаете, такого рода мысли запуске аэропорта, о котором он начал сейчас говорить, это агония в той ситуации, где они находятся? Или же все-таки там есть какие-то пла? Коротко ответим, но это точно не получится. У вас две минуты. Ну давайте так попробуем. Дело в том, что впервые это было озвучено российскими войсками в Карабахах. Они хотели именно этот. То есть тут уже когда Варданян про это говорит. Моя симуляция, скажем, ситуация такова, что можно, скажем так, если Рубен Варданян, перед ним было несколько задач, он не мог выполнить там эксплуатацию рудников и так далее. А вот одним из задач было открытие аэропорта. Ну тут уже как бы говорится, что да, вот я готов выйти, но пускай, ну как компенсация азербайджанская страна скажет, что этот аэропорт работает. И таким образом как бы выигрыш окажется Азербайджан, потому что Рубен Варданян выйдет. Выигрыш окажется, Рубен Варданян скажет, что пришел, ну кое-что сделал. Не все наши желания как бы исполнились, но вот видите, вот чему-то я добился в этом плане. И в основном это будет желание российских войск. В Карабахе это как бы у них будет такая база, вокруг которого можно создавать очень многое. Это и да. Я не думаю, что Азербайджан пойдет на это тоже. То есть уже как бы, чтобы Азербайджан вступил в этом плане, я думаю, что... Ну посмотри, есть очень много вещей, если честно. Не, ну если аэропорт будет полностью подчинен нашим соответствующим паспортным контролем и так далее. Но на это, я так понимаю, они буянят, что нет, ну это... Значит, если не будет контроля в аэропорту, то контрол над Латчинской дорогой вообще не имеет значения. Тех людей, которые азербайджанские солдаты могли бы останавливать там, то они будут проезжать через... Ну это уже как бы получается не так. То есть это такая идея фикс вот этого мошенника Рубена Варданяна, который в принципе... Я думаю, скорее всего, российские войски. Ему на ушко сказали. Очень коротко по поводу Франции, на этот раз у вас всего лишь 30 секунд. С Францией очень сложно. Этот год будет таким же, как и предыдущий? Да, Франция ведет свои войны. А дело в том, то, что происходит в Франции, амбицины очень-очень глобальные. И это, к сожалению, скажем так, во всех направлениях, скажем так, пока еще Азербайджан и Франции не даются найти то окошко, в котором они могут соглашаться друг к другу. Ну, опять же, я несколько раз это уже в эфире говорил. Есть ощущение, что о азербайджано-французских отношениях надо говорить в контексте постмакроновского. Ну, время покажет. Уважаемые гости, огромное спасибо вам за участие, за ответы. Я опять же говорю, это был наш первый выпуск. Я надеюсь, что зрителям он максимально понравился. Я напоминаю нашим зрителям, что все это время в студии наши вопросы отвечал директор Института философии и социологии Национальной академии наук Азербайджана Ирхам Мамедзаде. Ирхам Мам, большое вам спасибо. Вам спасибо. Кроме того, в студии на наши вопросы отвечал исследователь по международному управлению Ахмед Алили. Ахмед, вам тоже большое спасибо. 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 В эфире телеканала CBC была общественно-политическая передача «Актуальна сегодня». Я ее ведущий Станар Зайв. До свидания. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok